Одна из причин дорожно-транспортных происшествий на сегодняшний день – это управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В этом направлении проводится серьезная работа. В течение недели сотрудники ГИБДД проводили профилактическое мероприятие «Трезвый водитель». В один из рейдов направилась и наша съемочная группа. Альбина Ламкова продолжит тему. Перед оперативно-профилактическим мероприятием «Трезвый водитель» сотрудники полиции получили инструктаж. Руководство отделения ГИБДД проверили внешний вид и экипировку. Также во время специальной операции патрульные группы ГИБДД получают назначения на разные участки. Работу по выявлению и пресечению случаев управления транспортными средствами в состоянии опьянения Госавтоинспекция проводит непрерывно. Как в рамках повседневного контроля, так и в ходе специальных рейдовых мероприятий. Во время операции проверяют документы водителей и наличие алкоголя в их организме. Значительную социальную опасность алкоголизм представляет с точки зрения криминогенности. То есть как фактор, порождающий преступность. Кроме того, совершаются общественно опасные действия, такие как управление транспортными средствами в состоянии опьянения, результатом которых зачастую становятся дорожно-транспортные происшествия. Так, с начала текущего года на территории Карачаева-Черкесской республики зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий с участием водителей в состоянии опьянения, в которых один человек погиб и семь человек получили ранения различной степени тяжести. Человек, который находится в состоянии легкого опьянения, не считает себя пьяным и убежден, что может вести машину быстрее и лучше, чем обычно. Естественно, виновниками тяжелых дорожных происшествий могут стать водители в состоянии среднего и тяжелого опьянения. В последнем случае алкоголь представляет большую опасность для подростков, которым достаточно и нескольких рюмок. Под влиянием алкоголя человек теряет контроль над собой. Притупляются чувства, появляется ощущение всесильности. Сотрудники ГИБДД напоминают, что нельзя определить безопасную дозу алкоголя. Нетрезвые водители являются одними из наиболее опасных угроз безопасности дорожного движения. Любое его количество, выпитое незадолго до поездки, опасно. Каждый водитель должен трезво оценивать ситуацию на дороге и не подвергать опасности себя и окружающих. За нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения предусмотрена административная и уголовная ответственность. В целях предупреждения и пресечения нарушений правил дорожного движения Российской Федерации профилактики дорожно-транспортных происшествий на территории нашей республики с 22 по 28 мая проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Трезвый водитель». Основной целью мероприятия является профилактика дорожно-транспортных происшествий, выявление водителей, управляющих транспортными сельсами в состоянии опьянения. Управление автомобилем в состоянии опьянения может привести к трагическим последствиям. Инспекторы отмечают, что статистика неположительна. Зная это, некоторые автовладельцы все же рискуют садиться за руль нетрезвыми. Тем не менее, главная цель проводимых специальных операций – снижение уровня аварийности на дороге за счет усиленного контроля за дорогой и выявление нарушений правила дорожного движения. Только за несколько часов проведения профилактического мероприятия «Трезвый водитель» сотрудниками ГИБДД было выявлено 38 нарушений. Так, за три дня проведения мероприятия «Трезвый водитель» возбуждено более 40 дел об административных правонарушениях в отношении лиц, управляющих транспортными сельсами в состоянии опьянения, либо лиц, не выполнивших законные требования сотрудника госавтоинспекции о прохожении медицинского свидетельствования на состоянии опьянения. Во время проведения рейда инспектор ГИБДД имеет право остановить любое подозрительное транспортное средство на любом участке дороги. Обычно о проведении специальных мероприятий свидетельствует карточка маршрута патрулирования, где полицейский делает соответствующие отметки. Но предъявлять ее водителю закон не предусматривает. Альбина Ламкова, Либастанов, Вести, Корчаева, Черкесия.